Приветствую вас, вам бы перенаправить свой вопрос в раздел медицины, там, мне кажется, вам могли бы помочь более, ну, более подробно, более тонко, вот. Потому что, исходя из того, что написали вы, именно психолога интересует, вот, знаете, то, что вы уволили с предыдущей работы, да, ну, мне почему-то показалось, что у вас была ещё работа, то есть, ну, предыдущая работа у вас была, мне почему-то так показалось, вот. И, вот, интересуют обстоятельства увольнения и обстоятельства нового, ну, то есть, обстоятельства устройства на работу. То есть, если вы устроились на новую работу и переживаете из-за неё, переживали из-за неё, да, наверное, так правильно я буду сказать, переживали из-за неё, то, наверное, наверное, у этого есть какие-то свои причины, да, вот. Вот, это может быть неуверенность в себе, это может быть какие-то сомнения, страхи, может быть даже такой аспект, как гипермотивация, то есть, ну, сверхмотивация работать, особенно если у вас имеет место быть, ну, скажем, нужда или вот что-то, что-то вроде того. Вот, то есть, нужно, конечно, разбираться с тем, почему вы переживаете. Вот, это может быть психосоматика, безусловно, вот, но психосоматика это такое проявление, да, как правило, невротическое, то есть, смещённое. Вот, если вы, допустим, переживали на работе, да, из-за чего-то, вот, то, соответственно, у этого были свои причины, причины, вот. Ну, и переживания ваши, они никуда не делятся, то есть, быть может, именно по этой причине вы и уголились с работой другой, потому что, ну, вам хотелось испытать абреналин, вам хотелось испытать вот это чувство волнения, вот. Я, конечно, не знаю, в общем, но очень на это похоже, вот. И на это также указывает тот факт, что вы кофе пьёте, да, то есть, я не знаю, можно ли его пить при пониженном давлении, вот. Но, мне думается, что тот факт, что Андрей будет вас в себя взбодрить, говорит о том, что, ну, в целом, может быть, вы депрессивный, или, по крайней мере, достаточно пассивный человек, и у этого тоже есть свои какие-то основания, да, у этого тоже есть какие-то свои причины, с которыми нужно разбираться. То есть, просто пониженное давление я пью себе кофе, чтобы себя взбодрить, это, мне кажется, ну, из разряда самолечения. Понимаете? Вот. Опять же, с точки зрения психологии, так. Поэтому природу вашего волнения нужно разбирать, обязательно. И уже, исходя из, вот, собственно, того, что будет понятно, да, вот, исходя из этого, уже можно будет давать какие-то рекомендации вам, вот. На мой взгляд, так. Вы пишите, что делали, делали электрокардиограмму, вот. И на ней все было хорошо. Вот. Я думаю, что все равно проверить, провериться нужно. То есть, все равно нужно проверить свое здоровье, вот. Ну, как бы там ни было, в психологии есть такая позиция, что все болезни происсякают именно из психосоматики, да. Ну, то есть, кроме, там, простуды и каких-то заражений, вот. Таких. Таких. Вирусных, серьезных. Вот. Поэтому, если у вас и правда есть проблемы с сердцем, то это, опять же, не может не иметь в качестве причин психосоматику. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаете, ответить прямо на то, что вы спрашиваете, да. То есть, из-за того ли это, что вы переживали или по другим причинам. Ну, в контексте вашего обращения, мне возможности не представляются. То есть, я не представляю себе, как возможно вам ответить на вопрос. Так, как вот вы, например, этого хотели бы. Понимаете? Вот. Потому что врач должен будет делать обследование, да. Вот. Психолог, соответственно, интервью. Вот. И только уже после этого, ну, можно будет о чем-то говорить, именно вот, ну, в контексте вас. Вот. И после этого можно будет говорить, от чего у вас переживание. Вот. Вот. Столько остается времени, да. То есть, то, что вы, вот, уже не переживаете, да. А все равно испытываете какие-то, ну, негативные, негативные, телесные ощущения. Это может говорить о том, что данные переживания вытеснились. То есть, ну, просто вы вытеснили их. Вот. Опять же, это не обязательно так. Но, я говорю о причинах пока. Понимаете? Так что, вот так. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...